МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Петрович, у вас изменилась должность. Когда это и произошло, и с чем это было связано? Я думаю, что многие, кто нас сейчас наблюдает и видит, участвовали в выборах 26 марта. В преддверии марта мы в конце прошлого года все активно занимались вопросом реорганизации Люберецкого района. Его реорганизация в городской округ Люберцы. Мы об этом много говорили, не буду детально останавливаться. Тем не менее, такие решения были приняты. Было принято решение жителями, в первую очередь. Впоследствии такие решения были поддержаны Советом депутатов Люберецкого района. Мы вышли на Московскую областную думу. В конечном итоге это решение было подписано губернатором Андреевичем Воробьевым. Таким образом, Люберецкий район преобразован в городской округ Люберцы. Но есть определенные законодательные акты, которые говорят о том, каким образом этот весь процесс происходит. Потому что власть местная функционировала, нужен Совет депутатов, нужен глава. Это все в законах прописано соответствующий. Об этом говорит 131 закон о местном самоуправлении. Поэтому 26 марта проведены были выборы. Избран новый состав Совета депутатов. Состав Совета депутатов избрал председателя Совета депутатов, это Антон Василий Николаевич. И буквально в пятницу на прошлой неделе было принято ряд решений о создании конкурсной комиссии. Это решение было утверждено буквально вчера. И создана конкурсная комиссия на предмет того, чтобы заняться отбором, такое слово употребляют юристы, именно на должность, вакантную должность глава округа, глава городского округа Люберцы. И такую комиссию делегировано 3 человека, состава Совета депутатов. Комиссия будет состоять из 6 человек. 3 человека делегирует губернатор Андреевич Воробьев. Эта комиссия будет принимать заявки до 20 апреля. И где-то, я думаю, в начале мая, предварительно дата есть, это 4 мая, должно состояться заседание Совета депутатов. И Совет депутатов на основании предложений конкурсной комиссии должен утвердить главу городского округа Люберцы. В связи с тем, что вот этот промежуток, будем говорить, после избрания Совета депутатов и до избрания нового главы городского округа, в этот промежуток... Кто-то же должен управлять. Да, поэтому в этот промежуток я назначен исполняющим обязанности руководителя городского округа Люберцы. Поэтому так звучит должность исполняющей обязанности. То есть этот промежуток времени пока, скажем, формируются органы местного самоуправления Люберецкого района, городского округа Люберцы, да, значит, потому что Совет депутатов сформирован, а впоследствии будет глава, который сформирует администрацию городского округа Люберцы. Это, конечно, коротко. Ну, непривычно. И о, вы говорились, и надеюсь, я не оговорюсь в течение эфира. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 8 498 642 1950 и 8 498 642 1952. Также параллельно ведется трансляция на нашем сайте www.lrt.tv в рубрике Live. В комментариях вы можете оставлять свои вопросы. У меня убедительная просьба оставлять полные свои контактные данные. Для чего это нужно? Вопросов поступило очень много и до эфира, и я надеюсь, в течение эфира их будет тоже очень много. Чтобы ни один вопрос не потерялся, и каждый получил ответ, для этого нужны ваши контактные данные. Убедительная просьба, отнеситесь ответственно. Владимир Петрович, вот мы уже с вами заговорили о выборах. Как вы оцениваете вообще подготовку выборов, которые прошли? Ведь сроки были настолько сжаты. Ну, сколько там, с октября, с ноября прошлого года у нас практически мы так быстро преобразовывались. Даже наоборот. Потому что закон об реорганизации Люберецкого района, о преобразовании в городской округ был подписан, по-моему, 9 января. И вот после того, как был подписан закон, мы начали формировать органы местного управления и для начала избрать состав совета депутатов. Поэтому будем считать, что отсчет пошел с 9-10 января прошлого года. И вот за, по сути, там за 90 дней была проведена, я ценю, колоссальная работа. Она непростая, потому что в первую очередь должны были быть претенденты, либо кандидаты в состав совета депутатов. И таких людей у нас оказалось, ну, немало. И в конечном итоге участвовало в выборах 107 кандидатов, 107 человек, избрали 32 депутата. Я оценю, что депутатский корпус сформирован сегодня достаточно профессиональный. Все люди, которые сегодня пришли в состав совета депутатов, с определенным опытом и жизненным, и профессиональным. И все, по сути, имеют опыт депутатской работы. Это очень важно. А самое главное, не так часто бывает, когда выборы происходят, и чтобы, скажем, по сути, не было каких-то жалоб ни во время подогрева к выборам, ни в день выборов. Потому что обычно забрасывают с жалобами прокуратуру, суды, территориальную избирательную комиссию. По сути, в территориальную избирательную комиссию не поступало жалоб. В прокуратуру тоже не поступало. Ну и результаты выборов говорят сами о себе. Избрано 24 человека от Единой России, 2 человека от КПРФ, 2 человека от партии Родина, по одному человеку от ЛДПР и Справедливая Россия, и 2 самовыдвиженца. Таким образом, 32 человека, я оцениваю, представлен полный спектр партий или мнений, которые бытуют или есть на территории, в прошлом Люберецкого района, сегодня городской округ Люберцы. Поэтому я думаю, что представлены абсолютно интересы всех жителей на территории городского округа Люберцы. Как вы считаете, жесткая конкуренция была? 107 человек на 32 места. Ну, жесткая, естественно, больше трех человек на место. Это всегда конкуренция, это всегда, я извиняюсь, конфликт. Конфликт интересов, конфликт каких-то воззрений, но все прошло, я так скажу, в мирном русле. Жалоб не было. Понятно, что были определенные трения, были иногда эмоции, но они не захлестывали. То есть не было чего-то такого, что, скажем, привело бы к каким-то конфликтам. Бывают там митинги, некие вещи, именно по телевидению, и до драки доходят в этот раз на территории Люберцкого района. Все прошло тихо, спокойно, в правом русле. Я говорю, слава Богу, потому что, повторяю, все люди, которые шли в этот раз на выборы в состав Совета депутатов, и в адеквате, и мыслящие, и думающие, и результат говорит сам о себе. Ну, пожелаем и удачи. Конечно. Работы у них будет непочатый край. Да, работы много, потому что так устроена власть, неважно, местная или это на федеральном уровне, субъектовом. Есть исполнительная власть и есть законодательная. Если уже на местном уровне, то мы говорим, есть исполнительная власть в лице администрации и есть представительная власть, в состав Совета депутатов, где люди так или иначе выражают мнение жителей. И нам очень важно, чтобы эти депутаты или депутаты выражали мнение жителей. И когда, скажем, депутат работает на территории, когда он интересуется жизнью людей, когда этот человек вхож, скажем, к людям, знает и какие-то и чаяния, и надежды, и, по крайней мере, стремится и живет проблемами людей, тогда и нам легче. Потому что ведь зачастую, почему жалуются на власть, типа власть бездействия? Зачастую в этой власти, допустим, не знают о какой-то проблеме. Я условно скажу, какие у нас проблемы на территории. Есть вопросы ЖКХ. ЖКХ не ругает только ленивый. Что может быть в ЖКХ? Зима, нет тепла, нет воды, нет электричества, дверь не закрывается, стекловые были, фонар не горит. Сейчас весна, значит, где-то ямы на дорогах и какие-то проблемы. Поэтому, когда депутат живет жизнью территории, то он в состоянии зайти в администрацию, повлиять на что-то. Он не горит лампочка, ну какие проблемы. Значит, есть ЖЭУ, если не следят, мы можем поправить. Да, если уже дороги ремонтировать, ямы на дорогах, это, скажем, в одну минуту, не сиюминутные какие-то решения будут. Но когда мы занимаемся, понятно, что эту яму, если мы сегодня не сделаем, ну точно 2-3 дня мы ее заделали, залатали. Вот эти вопросы надо решать сообща. Потому что, вот я так, в принципе, образно говорю, там, школьникам рассказываю. Вот есть человек, у него две ноги, вот он передвигается. Понятно, на одной ноге он прыгает и далеко не уйдет. Власть на местах – это тоже как две ноги. Есть законодательная и представительная, и администрация, исполнительная власть. И когда они работают сообща, скажем, друг друга слышат, понимают, идут навстречу, тогда есть движение. Вот вы затем затронули все проблемные точки. Это ЖКХ, благоустройство, ямы, в принципе, все, о чем мы будем сегодня говорить в прямом эфире. И вот продолжу свою речь. 30 марта у нас в Люберцах прошло выездное совещание, на котором собрались представители региональных, муниципальных, федеральных структур. Основная тема была темой благоустройства. Участникам данного семинара были показаны территории, дворы, на которых было проведено комплексное обустройство территории. Именно комплексное. Вот скажите, пожалуйста, почему было выбрано именно наш район, и какова цель данного семинара, и к чему пришли? Я скажу, дело в том, что с приходом в губернаторы Андрея Юрьевича Воробьева есть ряд вопросов, которые решаются системно. Это не мои слова, это говорит губернатор, вопросы надо решать системно. И по целому ряду направлений, скажем, есть системный подход. В том числе и в плане благоустройства. Значит, поэтому одно из, скажем, поручений губернатора, мы в год, не то что мы в Люберцах, и мы такие лучшие, и мы как бы впереди всех. Мы пытаемся работать на результат, работать, скажем, очень плотно с нашей общественностью. Мы присутствуем в социальных сетях, сегодня мы можем наблюдать, скажем, или оценивать ту или иную ситуацию, что происходит в социальных сетях. Поэтому есть поручение Андрея Юрьевича Воробьева, мы должны в год благоустраивать не менее 10% дворов. А у нас дворов 672, поэтому мы в год должны не менее 67 дворов. Мы в год обустраиваем и 70, и 75, мы планируем вот этот год 67, но я думаю, что мы их сделаем больше. Это как бы понятно. Но мы вот с этого года Андрей Юрьевич Воробьев поручил, значит, не только, скажем, дворами заниматься, но должно быть, значит, такое комплексное обустройство территории. Это что значит? Занимаемся благоустройством территории, это одна ситуация. Но мы проводим капитальные ремонты, значит, надо делать территорию двора, желательно в этом доме, где происходит капитальный ремонт. Мы, а также желательно заниматься ремонтами подъездов. И сегодня есть программа в Московской области по ремонту подъездов, и область будет выступать как некий соинвестор этих, будем говорить, ремонтов, и деньги с областного бюджета будут выделены. Это вот с этого года. Мы чуточку, может быть, идем на опережение, потому что мы в домах, где происходил капитальный ремонт, мы там ремонтировали подъезды. И мы подъезды не просто ремонтируем, а у нас, по сути, в каждом доме есть ли и старший дом, или советы дома. И мы стараемся с людьми советоваться, а подъезд в доме мы делаем цвет какой. У нас бывают случаи, что есть очень активные люди, они приходят, особенно в ЛГЖТ, либо в ЛУГ, и едут вместе со снабженцами и покупают краски, цвет подбирают. Такого области нигде нет, у нас это есть. Я не вижу, что это повсеместно, но в целом в ряде домов, где есть активные люди, жители, они выезжают и покупают краску, цвет подбирают. Значит, поэтому мы в прошлом году, по целому ряду до домов, мы делали капитальные ремонты, мы благоустраивали территорию и одновременно делали и подъезды. Поэтому такой был комплексный подход. Это не везде, это в целом ряде домов мы это сделали. И, скажем, в этом плане есть интерес со стороны Министерства жильщико-коммунального хозяйства. Поэтому я не говорю, что у нас все гладко, у нас масса проблем. Я не буду сейчас останавливаться, мы с большими потугами в прошлом году делали капитальные ремонты. Потому что кто работает в бюджете, тот меня понимает и знает. Сегодня любая бюджетная копейка, она торгуется через аукционы. Поэтому неважно, мы то ли дворы делаем, то ли дома ремонтируем, то ли мы питание в школах организуем. Все эти вопросы решаются через аукционы. На этом мы даем объявления в разных, скажем, средствах массовой информации. Это газета, это интернет. Значит, информация висит месяц. Всех желающие могут принять участие. А дальше, когда этот процесс происходит, аукцион идет, кто за меньшие деньги эту работу сделает, тот и выигрывает. В этом плане есть определенные проблемы, я не буду на этом останавливаться, потому что эта тема, она больше интересна специалистам. Но, скажем, у нас бывает падение на аукционах в 10 раз. Скажем, у нас были случаи, где надо было сделать определенные ремонты. Начальница на аукционы 3 миллиона. Да, бивает и падает вниз до 300 тысяч. И, понятно, эту работу нельзя выполнить. В конечном итоге, через месяц или два аукцион сносится, потому что эти люди не выходят на работу, но мы теряем время. Или же, допустим, стоит работа миллион рублей, демпингует минимум 30%, значит, 700 тысяч, а потом пытаются кому-то перепродать. Есть свои трудности. И тут работают правоохранительные блоки и так далее. Поэтому в прошлом году на ряд домов по капитальному ремонту зашли, в том числе, и такие компании. И мы с ними... Это, в частности, мы про крыши, да? Да, и крыши, в том числе, и в гарнизоне. Это отдельная тема. И тут работала и прокуратура, и до сих пор по ряду таких организаций работа продолжается. Есть проблемы, повторяю. Но в целом, вот подход в Люберецком районе, что касается комплексного благоустройства, значит, капитального ремонта, ремонта в подъездах, мы в этом плане, ну, немножко как бы, ну, и научились. Ну, не мысль, что примером. Но так, как мы работаем, есть интерес в Министерстве жилищно-коммунального комплекса, поэтому есть партийный проект в партии «Единая Россия», городская среда, потому что этот семинар проходил под эгидой партии «Единая Россия». нашего регионального отделения, регионального полицовета, поэтому сюда приехали целый ряд депутатов Государственной думы, депутатский корпус Московской областной думы, по сути, все главы городских и районных администраций приехали сюда, значит, и такой прошел семинар на примере Люберецкого района, ну, мы посмотрели и другие районы, поделились опытом. Такие-то они для себя вынесли примеры, не знаю, может быть, все. Я думаю, да, значит, ну, по крайней мере, то, скажем, вот такой комплексный подход, потому что, вот смотрите, мы раньше в Люберцах тоже занимались всевозможными ремонтами. Ну, понятно, в этом доме отремонтировали подъезды, а через дом где-то мы во дворе поставили детскую площадку, а где-то через квартал мы там даже крышу отремонтировали. Но отремонтировали и отремонтировали. Кто это видит, кто замечает, потому что подъезды отремонтировали, дороги с тротуаром нет. Детскую площадку поставили, крыша течет, да? А когда такой комплексный подход и в доме крышу отремонтировали, она уже не течет. Фасад покрасили, подъезды порядок навели, дорогу сделали, тротуар проложили, детскую площадку поставили. Совершенно по-другому работа территория. Особенно в Люберецком районе тема, и во всем ближнем Подмосковье, в крупных городах, тема парковок. Тема парковок стоит не то, что остро, она, скажем, такая кричащая. Особенно, меня люди понимают, проживают где-то ближе к Жулебино, к Москве, потому что, понятно, станции метро. Понятно, люди приезжают, они же пытаются этот автобиль где-то во двор, я извиняюсь, засунуть, поставить, прыгнуть в метро до работы, доехать или в Москву по делам. А наши люди мучаются. Поэтому у нас тоже есть определенная работа в этом плане, она проводится. Мы думаем сегодня, мы будем и шлагбаум устанавливать, и обязательно надо делать парковки. Хотя бы парковки для наших жителей, проживающих в конкретном доме. И мы эту работу провели, по сути, тоже мы единственное в области провели. В том году была поставлена задача, мы паспортизировали в Люберцах практически все дома. У нас каждый дом имеет свой паспорт, мы его позвали, где есть небольшой эскизик, где есть планы, где мы можем сделать парковку, расширить парковку. Это нельзя сделать в один год. Но мы этой работой занимаемся, и суть в том, что я вам скажу, мы в прошлом году во дворах поставили, по памяти скажите, 2300 парковок мы в том году соорудили у домов. У нас не было ни одной жалобы. Потому что мы всегда говорим, и я в частности говорю, что там, где люди против, мы делать ничего не будем. Поэтому есть задача с людьми общаться, есть дом, а парковку можно сделать за счет чего? За счет газона, к сожалению. За счет, возможно, где-то зеленых насаждений, к сожалению. Да, вот как раз по зеленым насаждениям, то, что парковки приходится брать за счет территории, говорил как раз Антонова, Лидия Николаевна, которая присутствовала тоже на этом совещании. И вот у нас есть небольшой комментарий, который она дала как раз по поводу Люберицыка, по поводу комплексного благоустройства территории. Предлагаю посмотреть как раз этот комментарий. Ну, знаете, я здесь не первый раз, поэтому хорошо знаю Люберецкую землю. Я знаю, это двор у лесокрала, что она была проблемной. Когда особенно наступали вот такие паводковые периоды, весна, то 44-ю школу затопляло, все там были огромнейшие лужи, никогда не проедешь. Поэтому, конечно, я сегодня радуюсь, что в течение последних лет приведено большое количество работ, которые позволили, ну, еще, конечно, Ливневку по Люберцам надо делать, но все-таки уже вот такие участки появились благоустроенные. И действительно, жители радуются этому. И то, что, знаете, вот сохранили голубятню, она давно у нас всегда была в Люберцах. И вот я думаю, это правильно. Должен быть такой экологический элемент в городе, чтобы дети знали свою природу. Это, в общем, это романтика, голуби, да. Поэтому, конечно, здесь площадка очень хорошая. Здесь все шесть позиций благоустройства, которые были утверждены губернатором Владимира Сергеевича Моробьева, они в наличии. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны вы видите сейчас на своих экранах. Также мы ведем прямую трансляцию на нашем сайте www.lrt.tv в рубрике «Live». Вы можете задать свой вопрос в комментариях. Только у меня убедительная просьба оставлять полные свои контактные данные для того, чтобы мы могли потом дать вам ответ. Владимир Петрович, вы уже, в принципе, затронули тему парковок, как одна из... Ну, я думаю, не дуэлька, думаю, что у нас в Ульберецком округе такая проблема. Это проблема повсеместный бич. Вот в прошлом году была сделана колоссальная работа администрации. Город был разбит на районы, где все прошагали, посмотрели, где вообще можно сделать предполагаемое место парковок. В прошлом году их не хватало примерно 5,5 тысяч. Хотели вот за три года решить эту проблему? В прошлом году их не хватало 9,5. 9,5. Вот сейчас у нас дефицит где-то порядка 5,5 тысяч. То есть мы в том году сделали по 4 тысячи парковок. Там где-то 3, 600, вот так где-то мы их сделали. И стоит задача максимально сделать в этом году. Понятно, дефицит 5,5 тысяч. У нас в планах где-то выйти на цифру 2,5, 2,300, 2,500 сделать парковок. В год? В этом году. А в этом году? Но если мы найдем деньги, если будет финансирование, по этому вопросу мы собирались в министр транспорта Московской области, то есть Тресков Игорь Борисович, буквально на днях, где мы сегодня отрабатываем целый ряд вопросов. И если будет найден источник финансирования, то может мы сделаем и все 5 тысяч, возможно. Но это по нормативам. И я вам скажу, по моим прикидкам, потому что есть определенные нормативы, установленные целым рядом документов Московской области. И в том числе в эти территории уходит Люберецкий район. Где-то по нормативам у нас, по-моему, 420, должно быть, машиномест на тысячу жителей. Но это по нормативам. Но я думаю, что сегодня у нас в Люберцах автомобилей больше. Больше, конечно. Больше. И понятно, что мы по нормативам дефицит парковок решим. А по факту надо будет дальше думать. Потому что по факту понятно, что ситуация такая сложная. И количество автомобилей с каждым годом растет. И тема присутствует. У нас на эту тему есть очень интересный сюжет, но мы его покажем немножко позже. Потому что есть первый дозвонившийся. Хорошо. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире? Здравствуйте. Алло. Да, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Владимир Петрович. Да, добрый вечер. Я рада вас слышать. Владимир Петрович, мы звоним с Южной. Улица Южная. Так. Значит, дома 16, 14, 12. То есть вот здесь вот. Площадочка у нас развлекательная детская площадка. Развлекательная. Когда строили в 16-15 году. И здесь рядом пивной магазин. Это такой абсурд. Это же невозможно. Мы с детьми ходим здесь с колясочками. Они бегают, лазают на эти инорнепланетяне. Залезают. И здесь пивной магазин. Мы вас очень просим. Мы с 16-го года уже бьемся. Но это же невозможно. Ведь строили как развлекательную площадку для детей. А здесь пивной магазин. Хорошо. Как вас зовут? Как зовут? Владимир Петрович. Как вас зовут? Меня зовут Надежда Яковлевна. Надежда Яковлевна. Давайте. Я записал этот вопрос. И попробуем как-то эти вопросы решать. Хорошо? Хорошо. Владимир Петрович, пожалуйста, принисти и закрыть его. Раньше цветочный магазин был. Но это же невозможно. Надежда Яковлевна, я вас услышал. Попробую сам проверить, понять. И примем меры, по крайней мере, скажем, ну, я так скажу, питейных заведений, рядышком, где есть дети, детские заведения, какие-то зоны отдыха для детей. Конечно, не должно быть. Так вот, продолжая тему парковок, я обомнилась о том, что у нас есть сюжет, который, в принципе, мог бы решить данную проблему. Потому что данная парковка занимает пространство мало, но умещает машин много. Предлагаю посмотреть сюжет. Проблемой нехватки парковочных мест руководство управляющей компании озаботилось 5 лет назад. В принципе, способов для ее решения существует немало. Один из них – установка во дворах вертикальных автоматических паркингов. Используя корейский опыт комплексного благоустройства, коммунальщики возвели три подобные стоянки. Предложили жителям своих домов воспользоваться вот этим уникальным проектом и выкупить свое, чтобы у них было стопроцентное, за ними закрепленное парковочное место. Стоимость тогда стоила одно парковочное место 400 тысяч рублей. И мы, как только объявили тендер-конкурс, буквально за пару дней все места были выкуплены. И в течение месяца мы данную парковку смонтировали. В паркинге пазлового типа можно разместить 21 машину. И это вместо шести, если бы стоянка была плоскостная. Сам парковочный процесс занимает несколько минут. Это ничто по сравнению с тем временем, которое затрачивает автомобилист на поиски места для своего железного коня. Опять же, и машины в безопасности. Плата – 2000 рублей в месяц. Средства расходуются на техническое обслуживание паркинга и электроэнергию. Это очень удобная вещь. Во всяком случае, я считаю, что это такая экономия, что на кусочке земли, где бы стояло шесть машин, стоит 20 с лишним машин. Сколько места свободного. Две вертикальные стоянки карусельного типа занимают место еще меньше, а вмещают в общей сложности 30 автомобилей. Удачным опытом организации парковочного пространства на ограниченной площади двора сотрудники управляющей компании не раз пытались заинтересовать застройщиков. Считаем, что на самом деле при новом комплексном строительстве, благоустройстве территории, данное решение парковочной системы нужно уже внедрять на стадии застройки. Пока владельцы строительных компаний думают, жители домов 3 и 7 по улице Кирова пожинают плоды прогрессивного подхода управляющей компании к благоустройству. Во дворах хватает места для автомобилей и пешеходов, детских площадок и цветников. Ольга Щевелева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. На ваш взгляд, Владимир Петрович, подобный пример может стать повсеместным? Может быть, в микрорайонах, где новостройки сейчас ведутся? По сути, ведь удовольствие не из дешевых. Я согласен, но вот подобная парковка, мы ее называем вертикальной, там, значит, они есть разного типа, там, значит, револьверного типа, там, значит, пазельного типа, как угодно можно обозвать. То есть это, скажем, многоярусная парковка, где, скажем, так или иначе, автомобиль там подается вверх, на 6 местах мы можем ставить 20 автомобилей. Это как бы хорошо. И эти парковки, они удобны или выгодны в зоне жилой застройки, где уже это есть, и там уже другого ничего не выдумаешь, не сделаешь. Что касается, о чем здесь говорилось, скажем, новой застройки, то сегодня, по крайней мере, если от нормативных актов в области, мы понуждаем застройщиков, что сегодня, если строится новое жилье, то в новом жилье на одну квартиру одно машиноместо. Это сегодня табу, и когда приходит любой застройщик, я провожу совещание, мы это пишем в протоколе, есть поручения архитектуре, дальше эти люди идут в главу архитектуры области, где четко прописывается на одну квартиру одно машиноместо. И я думаю, что там, где идет новая застройка, там относительно более-менее сегодня с парковками. А там, где уже это строительство состоялось, конечно, нужно искать вот эти пятачки и решать проблему парковок. Вот в этом плане это какой-то выход. И здесь ничего нового нет, потому что подобные парковки есть в Европе, есть за океаном. Ну, я не говорю там про Китай или Корею, или Японию там изначально. И, кстати, вот эти механизмы, они приобретены в Корее. И был такой, ну, как говорят, Царство Небесное Федяй Дмитрий Дмитриевич, который ко мне пришел. Это был, наверное, год 2008 или 2009. И там это что же? Это сложное инженерное сооружение, сложные механизмы. Надо было выделить и землю, значит. И он тогда рисковал, потому что это, по сути, частный бизнес, и он предложил такой проект. Я буду говорить откровенно, я тоже был в сомнении, купят, не купят. Он настоял, мы его поддержали. Вот подобное было построено. В конечном итоге все это было людьми раскуплено. И сегодня, скажем, эти парковочные места, они находятся в частной собственности. И люди получают удовольствие, потому что машина в сохранности. И понятно, что ее можно поставить, ее не украдут, в нее никто не въедет. Это выход в данной ситуации. Администрация может рекомендовать застройщикам строить такие парковки? Я говорю, на сегодняшний день мы застройщикам рекомендуем на одну квартиру одно машиноместо. Поэтому нет смысла такие. А вот я сегодня обращаюсь, пользуясь телеэфиром. Если есть предприниматель, кто меня сегодня слышит, и есть какие-то мысли, идеи, в зоне сложившейся застройки, и там, где нет, скажем, мест для парковки, таких мест у нас в Люберцах, скажу так, достаточно. Поэтому мы пойдем навстречу, выделим эту землю, согласуем с жителями, и пусть строят многоярусные парковки. Но чтобы ее построить, тут два варианта. Либо надо наметить строительство, согласовать документы, и уже потенциальных желающих, которые хотят эту парковку приобрести, взять деньги и построить. На территории придомовой? Придомовой территории? Да, на придомовой территории. Потому что это ведь нужно с жителями согласовать. Да, на придомовой территории. Или же, потому что люди деньги на период сейчас, скажем, с трудом отдают, потому что не верят, либо предпринимателю, надо будет найти деньги, построить, и потом продать. Тоже выход, это некий уже может быть бизнес. Поэтому если есть желающие подобным заниматься, мы максимально поможем и поддержим. У нас есть звоночек. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. Ведущий, зрители. Дмитрий Самко, Павлорыкина-2. Я представитель дома. Это ЖК «Самолет» Либерс-215. Очень рад слышать, Владимир Петрович. У меня вопрос вчера про дороги. Это услышали. Надеемся на его положительное развитие. Сейчас вопрос от жителей в моем лице про безопасность. Мы все ждем, когда здесь будет опорный пункт полиции. Пока его нет, мы бы очень хотели, чтобы обратили внимание на безопасность. В данный момент у нас очень часто строители жгут по ночам костры. И в дневное время есть фотографии, есть видео. Обращались в разные станции, доброделы, в другие органы. Описки, ответы, что все нормально, поговорили, вопрос устранен. Но постоянно дым, гаря, люди определенные. Дмитрий, а что не жгут? Нет безопасности. Строительный мусор какой-то жгут? Жгут строительный мусор, строительные леса. И просто, когда мы пишем, кто-то приезжает проверку и говорит застройщику, ай-яй-яй, не делайте так, пожалуйста. Они говорят, да-да-да, конечно, делать так не будем. И это все продолжает, люди это все фиксируют. А те дома, которые живут рядом, лежители, которые живут в домах, они это просто нюхают. Даже закрытыми окнами невозможно. Потому что сжигают не только дерево или бумагу, а и химические какие-то вещества. Сейчас год экологии, и как раз экология совсем у нас не пахнет. К сожалению, очень печально. У вас на электронной почте вся подборка материалов, фотографий, отписки. Дмитрий, вам спасибо. Потому что если вы тот Дмитрий Самко, то я смотрю, вы в Инстаграме присутствуете, на почту пишете. Вам спасибо. Если вы тот сами Дмитрий. Скорее всего, наверное, да. У него было очень много вопросов сегодня. Поэтому я ему благодарен. Что касается опорного пункта полиции, то мы его откроем. Там участковые есть. Для участковых такой пункт есть. Значит, в планах строительства опорного пункта там, где застройщик самолет есть. Поэтому это будет сделано обязательно. Что касается сжигания, скажем, всего, что там нельзя сжечь или создают некие проблемы экологические, то я буквально дам коллегам своим поручение и попробуем отработать, включая полицию, участковую. Либо тот, кто делает ремонт, и так как не хотят заказывать контейнеры. Да, надо понять, кто. Понятно, что кто-то же видел. Значит, и поэтому это надо просто пресекать. Это уже, скажем, либо это нерадивые строители, либо просто наши жильцы. Понятно, что такое, скажем, новостройка. Люди заселяются, сижаются с разных уголков, извините, нашей страны, начинают делать ремонты. Что-то лишнее можно выбросить, а можно где-то вынесить за угол. И поджечь, это тоже в практике есть. Но такую практику надо пресекать. Поэтому дадим поручение и будем сообщать вместе с такими, как Дмитрий, будем наводить порядок. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны я прошу вывести режиссера на экраны. Также параллельно у нас ведется трансляция на сайте нашем 3WLRT.TV в рубрике «Лайв». Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях. Вот, в частности, один из таких вопросов от Сергея. Добрый день. Живем на улице 8 Марта, дом 32. На пересечении улицы 8 Марта и у Рицкого стоит светофор. Каждое утро и вечер во дворе собирается пробка из автомобиля, которая объезжает светофор. Когда нет заторванного дворе, машины с бешеной скоростью пролетают в двор. Невозможно передвигаться по двору, детей не выпустить на улицу. 10 минут приходится стоять у подъезда, чтобы перейти в двор. Кому нужно обратиться по этому вопросу, чтобы решили проблему? Ну, будем считать, что уже обратились. У нас есть комиссия по безопасности дорожного движения. И так получается, что я председатель этой комиссии, и у нас в эту комиссию уходят специалисты и дорожники, и работники ГИБДД. Поэтому буквально завтра я вопрос зафиксировал, дам поручение. Выехали, посмотрели, что можно предпринять, и как-то навести порядок. Даю себе, скажем, такой полный отчет, что непросто в движении, тем более и по улице 8 марта, и заторы, и пробки. Это утренние, и вечерние часы. Но попробуем именно там навести порядок тоже. Я зафиксировал вопрос. Вот. Еще одна тема, которая, наверное, бич. Каждую весну это бич, это яма. Причем очень много пользователей выкладывают и в социальные сети, это и фото, и видео. Вот в частности, относительно недавно был сделан ямочный ремонт в прошлом году улицы Власова, да, возле ЛРБ. Сейчас там невозможно проехать. Правда, яму уже сделали буквально, может быть, 2 недели, 10 дней назад. Но, тем не менее, ямы были глубокие. Вот Комсомольская улица, Урицкого, микрорайон 7-8. Вот только что даже нам поступила на сайт улица 65 лет Победы. То же самое, яма на яме. Скажите, отчего так происходит? Это некачественная укладка. Ведь существуют же какие-то нормативы, существуют гарантии трехлетние. Строители берут на себя какие-то обязанности? Я скажу, здесь все вместе. Здесь и, возможно, есть вопросы к самому, скажем, к технологии укладки, возможно. Возможно, есть качество самого асфальта. Здесь много, может быть, всяких составляющих. Но основное, вот на сегодняшний день, одно дело, когда ремонтируют, скажем, дорогу, и она таким полотном. И другое дело, когда идет ямочный ремонт или ремонт картами. Это все равно примыкание старого асфальта к новому. Примыкание всегда, когда попадает, особенно в зимний период, вода, работает физика, разрывает, и эта яма углубляется. А если еще машина проезжает, да, если там еще вода скопилась, гидроудары, и это разрушается очень быстро. Поток транспорта у нас сумасшедший. Поэтому, вот мне говорят, специалисты, по-моему, я сейчас по памяти, в эту зиму, зима была, в отличие от других зим, и морозная, но был 31 переход через ноль. То есть, когда плюс-минус, плюс-минус, и температура прыгает, рвет все. Вот, кто наблюдал, возьмите бутылку, возьмите воду, положите ее на мороз, значит, утром приюте бутылка треснула, потому что, если налить полную бутылку, ее просто лед, когда вода замерзает, и лед ее разрывает. В асфальте то же самое происходит. Поэтому в этом плане есть проблемы. И сегодня весна. И, понятно, у нас ям очень много. Я скажу, цифра шокирующая. Очень шокирующая. Мы насчитали, потому что сегодня техника позволяет. Специалисты отправили совместно с ГИБДД. Значит, осмотрели дороги вместе с нашими жителями. У нас сегодня порядка 4 тысяч ям. Я ставлю задачу, она такая, ну, будем так говорить, космическая, за месяц до 1 мая ремонты завершить. Ям. Ям. Только ямочные. Только ямочные. И то я могу сказать, что, возможно, не успеем, но по максимуму в центральной дороге. А так, я так думаю, до числа 15-20 мая мы все завершим, и ямочный ремонт. Можно и сейчас ями ремонтировать. И мы их ремонтируем, где они глубокие. Могу дать команду, эти ямы будут заделывать с утра до вечера круглые сутки. Но есть технология, и это говорят специалисты. Можно ремонтировать ямы и заниматься укладкой асфальта. Когда не менее трех дней, средняя температура дневная плюс 5 и выше. Ну, вот тому пример, тоннель, соединяющий южную и северную сторону Люберец, буквально, наверное, 5 дней назад там заделали ямы, и продержалось, наверное, 4, может быть, 5 дней. Конечно, потому что вы кладете асфальт, одна температура, она там, скажем, температура асфальта там за 100 градусов заходит, да. А температура там земли, она в лучшем случае, если не минус, потому что земля еще не размиралась, то там где-то 0 или плюс 2. И когда вот это, скажем, начинает как-то работать, то уже изначально нету, как бы, такой правильной склейки, стыковки. И это обречено на то, что это будет разорвано или разрушено. Поэтому специалисты говорят, что уже относительно можно о чем-то говорить, о качестве, плюс 5 средняя температура, среднедневная температура. А таких температур сегодня нет. Поэтому мы выжидаем. Вот, скажем, мы ремонтируем, чтобы люди там колеса в ямах не оставляли. Я сам за автомобилей давно и сам езжу, и сами попадаю в какую-то, едешь, а лужа не видно, а там яма. И пешеходов жалко. И проваливаешься, да. И себя жалко, и пешеходов жалко. Поэтому стоит задача, вот только, когда температурный режим отладится, мы набросимся на эти ямы, и мы их заделаем. Но стоит вопрос еще заниматься капитальным ремонтом дорог. Сегодня тоже, я вам скажу, хоть ямы мы ремонтируем, хоть капитальные дороги ремонтируем. Обязательно аукционы. И на аукционы выходят буквально все, кто только пожелает. Ограничений нет. Поэтому выходят на аукционы, начинают торговаться. Кто за меньшую цену сделает ту или иную работу, тот и выиграл. И здесь качество страдает. Это отдельная тема. Конкурсная комиссия аукционная, она как-то, какой-то критерий у них там существует о том, что если вы предлагаете минимальную стоимость, но какое качество, какую гарантию вы даете своим работам? Это есть такой параметр? Только деньги. Раньше, когда, скажем, где-то года два назад, и можно было эти вопросы решать через конкурсную комиссию, то конкурсная комиссия разрабатывала порядочный порядок. Технические условия там все прописывались. Значит, обязательно должна быть какая-то аргументация, почему ты можешь в этом участвовать. То есть были критерии. Что для тебя должны быть люди, какой-то опыт, какая-то наработка, столько у тебя должно быть единиц техники, и можно было даже указать, какая это техника. А сегодня этого нет. Поэтому зачастую два парня зарегистрировали организацию, установили капитал 10 тысяч и вышли на аукцион. Это мы потом будем разбираться. И вот такая тема есть. Пытаемся это сегодня каким-то образом отрабатывать и с Мосавтодором, и сами. Мы сегодня создали МБУ, так называемое муниципальное бюджетное учреждение. Но там сил немного, чтобы она все могла накрыть пространство Люберецкого округа. Но мы пытаемся находить какие-то решения вместе с областью, и дороги будем ремонтировать. Всех недобросовестных отсекать. Они знают, что в Люберцах лучше, скажем, дел не иметь, потому что сразу включается работа прокуратура. Бэп. И если ты выиграл, ты должен и качественно делать. А если ты выиграл и не делаешь, и так далее, тогда включается силовой механизм. Повторяю, начинает работать прокуратура, уголовные дела и прочее. Это тоже наши, скажем, потенциальные желающие зайти в эту работу, тоже об этом знают. И я думаю, что они шутить не будут. Но, тем не менее, на все работы, что касается ям, капитального ремонта, должны пройти аукционы. И мы планируем по ямам, нам аукционы должны пройти где-то через 3-4 дня. Капитальный ремонт, я думаю, что мы все аукционы проведем до числа, ну, не знаю, 10-го, максимум 15-го мая, и в мае выйдем на капитальный ремонт дорог. Тоже такие у нас задачи есть, планы такие есть, и заниматься этими работами мы будем. У нас как раз есть сюжет о том, какие перспективы будут в ремонте дорог на летний период. Покажу чуть позже. А сейчас у нас мне подсказывают, есть звоночек на линии. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире, если вы нас дождались. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, ведущая. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Гришаева Зоя Алексеевна. Очень приятно, Зоя Алексеевна. Какой у вас вопрос? Я проживаю по Красногорской улице. Красногорская улица. Вот, ну, про дороги я уже слышала, повторяться не будем, конечно. Я просто хочу, знаете, по... Ой, волнуюсь немножко, извините. Ну, не переживайте, вы, наверное, где-то рядышком с телевизором стоите. Вот социальные автобусы, 453-й. Близко стою, да? Телевизор, да, если возможно, выключитель, отойти от него, эхо идет наводочкой. Ну, сейчас подальше отойду. Давайте. Не волнуйтесь. Да-да. Зоя Алексеевна. Да-да, вот я хотела... Вот, она рядышком, она с нами. ...позаповаться на автобусы социальные. 453-й и единичка. Слышно там? Да, слышно, хорошо. Да, говорит очень хорошо. Слышно. Вот. Во-первых, они не ходят по расписанию. Они уходят раньше. И я все понимаю, еще люди такие. У нас все расписания сорваны с этих... Ну, понятно, значит, с остановочных пунктов. Да, потому что, вы смотрите, вот еще нас прислали также на сайт. Светлана Креницкая. Добрый день, исчезли маршрутные такси, 453 станция Люберца, станция Ухтомская. Невозможно добраться теперь до Ухтомская. Когда же 453-й начнет ходить нормально? Ну, смотрите, тоже сегодня даже вот пассажирское обслуживание тоже все через аукцион. И где-то, ну, уже недели две-три назад прошел очередной аукцион на транспортное обслуживание. Я сейчас не буду выдумывать, просто мне надо уточнить. Там был в этих конкурсной документации, в аукционной документации 453-й маршрут? Возможно, был. Поэтому, что получилось? Одни, скажем, одна компания, которая эти маршруты обслуживала, она уходит, потому что заходит другая компания. Другая компания выиграла, потому что, повторяю, за какие-то более-меншие деньги будет обслуживать эти маршруты. Поэтому мы сегодня в определенных переговорах с этой компанией, они должны зайти, все маршруты взять на обслуживание. В том числе и социальные, да? Конечно. Потому что, я так понимаю, Зоя Алексеевна говорит про социальные, а вот... Конечно. Потому что, когда проходит аукцион, то, естественно, там идет перечень, что должно, какой маршрут, сколько должно быть автомобилей, какой промежуток времени между автомобилями, а также вопросы, связанные с социальными маршрутами. Все это есть в перечне. Поэтому заходит новая компания, я думаю, я себя по вопросу записал, и завтра обязательно я его для себя еще раз к этому вопросу вернусь. Но суть в том, что я абсолютно убежден, мы наведем порядок в движении, в передвижении маршрутных такси. Обязательно наведем. Ну и, как я обещала, покажу сюжет, который будет как раз рассказывать о том, какие перспективы нас ждут по ремонту дорог этим летом. Хорошо. После зимы на дорогах городского округа Люберцы образовалось большое количество ям. В социальных сетях периодически появляются сообщения от жителей с просьбой обратить внимание на состояние дорог. С 15 марта в муниципалитете стартовали работы по ликвидации ям. Местная администрация поставила задачу завершить ремонт до 1 мая. Погода сейчас позволяет, и мы проводим ремонт в соответствии с графиком уже по той технологии, которая предусмотрена для этого. Ремонт осуществляется малыми и большими картами. Задача наша – укладываться в график и выполнять работу своевременно и качественно. Однако ямочный ремонт – это временная мера. Летом в городском округе полностью приведут в порядок около 20 участков улиц с протяженностью почти 10 километров. Многие из них ранее капитально не ремонтировались. В первую очередь – это 12 дорог в округе будут отремонтированы. Здесь в городе, например, это будет проезд 42-96 по дальше улице Транспортной, которую мы приняли на баланс города и в этом году можем уже отремонтировать. И в поселениях – 11 дорог. Кроме этого, в второй очереди мы отремонтируем в городе еще 6 дорог. Капитальные ремонты асфальтового покрытия начнутся уже в начале мая. Завершить все работы планируют до 1 сентября. Полный список можно найти на официальном сайте Люберецкой администрации. Кроме того, власти подчеркивают, что открыты для общения с жителями. Оставить информацию о ямах можно через сервис Инстаграм. Рассматриваются также заявки с сайта Добродел. Наталья Григорьева, Луиза Егезарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, вот перечисленные масштабы ремонта дорог на это лето – это под силу? Осилится? Ну, конечно. И осилится мы могли бы больше. То есть, то, что сказал мой заместитель Александр Николаевич Алешин, все решается по возможностям найти финансирование. Деньги есть, мы выполняем работу. Когда есть любые проблемы по финансированию, как в любой семье, мы могли бы в семье много чего приобрести, есть ограничения по финансам. Поэтому можно купить автомобиль, деньги есть у покупающих автомобилей. Кто-то хочет страшную яхту, можешь купить, если есть денег. Но когда у тебя нет денег, у тебя не будет ни яхты, ни автомобиля. Возможно, купишь велосипед. И то, если денег на велосипед нет, у тебя и велосипеда не будет. То же самое в городском хозяйстве. Поэтому то, что сказал Александр Николаевич, есть перечень дорог. Это и по Люберцам, по нашим поселкам. Это сегодня единое пространство, единый городской округ. Мы исходим из тех финансов, что у нас есть. Они спланированы, запланированы эти работы, и мы ее выполним. Если нам удастся привлечь дополнительные источники финансирования, то мы, естественно, перечень дорог увеличим. Это тоже 100%. То есть финансирование это только за счет бюджета, местного бюджета? Да, местного бюджета. Больше откуда нам не ждать, кроме... Местный бюджет, и у нас есть, мы называем субсидии, значит, есть программы в Московской области, мы в них участвуем. И сегодня мы в переговорах, возможно, нам и денег добавят с области. Возможно, мы этим занимаемся. Если будет денег больше, мы сделаем больше. Понятно. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 8498-642-1950 и 8498-642-1952. Также у нас ведется параллельная трансляция, она у нас на сайте 3wlrt.tv в рубрике «Лайв». Заставайте свои комментарии, только убедительная просьба. Оставляйте свои полные контактные данные, чтобы можно было дать вам подробный ответ после эфира. Владимир Петрович, мы продолжаем тему благоустройства. И одно еще такое место есть в Люберцах, которое также просит капитального ремонта. Это центральный парк. Вот с Наташинским парком все замечательно. Там сейчас очень хорошо сделали, пруды почистили. Но когда же очередь дойдет до центрального? Ну, видите, я начну с Наташинского парка. Мы к нему тоже подходили не сразу, не за один год. Мы подходили к Наташинскому парку. Я оцениваю, мы им начали относительно заниматься. Это 2008-2009 год. И уже пошла какая-то работа конкретно 2010 год. И мы ее завершили, считайте, что там в 2012 году или там в 2013. И то задача надо в порядок поддерживать. Потому что хотим мы не хотим. Когда поток народа все тихонько и ветшает, и изнашивается, надо поддерживать. Что касается центрального парка. Центральный парк у нас не велик, не большой. Он меньше, меньше Наташинского парка. Меньше Наташинского парка, естественно. И так сложилось. Что-то центр города. Исторически сюда людей тянет. И, конечно, надо эту территорию, эту зону обустроить. И мы сегодня пытаемся этим заниматься. Ну, по крайней мере, все эти годы мы так или иначе пытались поддерживать. Но это, я скажу так сказать, прошлый век. И стоит задача на сегодняшний день, ну, уж по крайней мере, его облагородить и сделать таким современным, неким очагом культуры. Потому что называется парк культуры и отдыха. Стоит задача вот эти вопросы как-то подтянуть. Сегодня у нас есть такая небольшая рабочая группа. Привлечены архитекторы. И мы сегодня работаем над концепцией развития парка. Стоит задача в ближайшее время сделать такой проект. Мы его постараемся утвердить. Сегодня есть, в принципе, наработки. И в том числе по финансированию. Сейчас не буду все вслух говорить, чтобы не сглазить. И эти вопросы, потому что тоже же это все в день. Если бы были деньги, мы бы его сделали совместно с Наташинским парком. А так сделали то, что могли делать. Но сегодня, повторяю, скажем, пути привлечения финансов, они как бы у нас есть. И нужен проект. Поэтому у меня даже сегодня было такое утром заседание, совещание в рабочей группе, где архитектурная группа доложила концепцию видения развития парка. Мы подобные, скажем, встречи делаем регулярно. И у меня стоит задача, чтобы до конца апреля, а тут осталось несколько недель, у нас был бы проект развития парковой зоны. И мы видим в парке, начиная от входной группы, от обустройства площади перед ДК, а дальше, если уходишь в парк, где должны быть дорожки современные, освещение современное, какие-то аттракционы современные. Мы даже планируем, постараемся, чтобы фонтан был, потому что это украшение всегда. Должна быть и площадка для проведения каких-то мероприятий, в том числе каких-то концертных мероприятий. Я вот помню, молодежь как-то к нам обращалась с вопросом, сделать для них ролледром, потом скейтборд, где вот они... Будет ли это запланировано в проекте? Будем, да. Будем пытаться, чтобы это было. Обязательно для молодежи это, значит, ну, я себя столько помню, значит, и в те прошлые советские годы в любом парке была какая-то танцверанда обязательно, и по выходным в духовой оркестре играл. Это парк, поэтому вот это мы должны как-то обустроить. Над этим сегодня работают примерно видение, как это должно быть, оно есть, значит, и какая-то кафешка для детей, естественно, без алкоголя, чтобы можно было прийти с семьей, с какими-то близкими людьми, зайти, там, чай, кофе, мороженое, пирожное. Это отдых, поэтому такие планы есть, и я надеюсь, что мы их в этом году осуществим. Есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, говорите чуть погромче. Алло. Как вас зовут? Очень хорошо слышно. Как вас зовут? Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ведущую, да, добрый вечер, Владимир Петрович. Добрый вечер. Да, меня Мария зовут. У меня конкретный вопрос, Владимир Петрович. Я являюсь жителем нашей северной страны по Октябрьскому проспекту. Вопрос следующий. Все знают, есть дорога под мостом от стадиона до остановки «Мальчики». Всем известная, которая до сих пор на сегодняшний день без освещения. В прошлом году произошло убийство там, жители жаловались, на добродел писали, обсуждали в соцсетях, на либеретском портале, на официальном, что будет освещение. Вообще эта дорога, она уже давно достаточно требует освещения, потому что часто в зимний период туда ходят мамы с детьми, катаются на курсах. Мария, еще раз. Дорога от полосформы «Мальчики» до… Дорогу, как дорогу до дома. Мария, ориентир, еще раз скажите этой дороге. Где это находится? Это находится от стадиона… Алло, алло. Да, да, да. Говорите. Дорога находится от ДК центрального, от стадиона до остановки «Мальчики». До остановки «Мальчики». То есть это наш стадион, мост. Мост. Под мостом. Под мостом, имеете в виду. Под мостом, да. Смотрите, и вы хотите переходить через железную дорогу? Дорога через ЖД пути? Я хочу, а, к сожалению, складывается такая ситуация такая. Мария, вот смотрите, тема присутствует, но там переход через железную дорогу запрещен. Если вы имеете в виду, значит, вот где мост эстакада и вот ДК, там под мостом, и через дорогу перейти в сторону военкомата. Так я понимаю? Мария, или вы уже у нас отключили? Да, отключилась. Скорее всего, да. Ну, да, я посмотрю, понятно, потому что я просто поясню, что люди знали. Было на эту тему тоже много жалоби, мы говорили, но есть на сегодняшний день некий регламент, некая инструкция на железной дороге, которая, скажем, запрещает переходы через пути. Поэтому дорогу можно пройти через пути, через эстакаду «Мальчики», она есть. Поэтому, если прийти на ту сторону, то надо выйти через эстакаду, там есть тротуар, прийти на ту сторону. По путям хождения запрещено. Ну вот, продолжая тема благоустройства, мы плавно подходим к теме субботников. Весна в этом году была очень бурная, ранняя, тёплая, и первая волна субботников у нас уже прошла. Но субботникам всё-таки быть, и в ближайшую субботу. Ну, смотрите, сегодня же все пользуются сетями социальными, и я в том числе там нахожусь. И пишут мне разные, в том числе пишут, ну зачем нам ходить на субботники, есть коммунальные службы, пусть убирают, а мы не пойдём. И такие мнения есть. Я всегда об этом говорю, и сегодня могу сказать, что зима в России – это зима. И мы, россияне, проживающие вот на такой обширной территории, мы привыкли к определённому образу жизни. В чём он заключается? Наступила зима, выпал снег, кто-то идёт с ребёнком, конфетку дал, фантик, он же его не берёт в карман или несёт ворну. Он и выбрасывает. Кто-то сигарету, а кто-то пакет, а кто-то какую-то газету, а кто-то ещё. И когда это происходит в большом городе каждый день, и когда снег тает, то мы видим всё, что зима скрывала. И вот на сегодняшний день стоит, я уже не говорю про листву, и на сегодняшний день стоит задача, по крайней мере, навести порядок. И кто немножко по городу ходит, по нашим посёлкам, они замечают, мы тихонько порядок наводим. Потому что зима в этом году ранняя, и мы первый субботник привели уже неделю, три назад мы первый субботник, да, без особого шума. Я обращался к жителям, и многие жители вышли к управляющим компаниям, к нашим организациям, и вышли какой-то порядок мы сумели навести. Но суть в том, чтобы навести глобальный порядок, и я скажу, такой труд коллективный, не то, что он облагораживает, такое слово могу употребить. Ведь когда выходим, мы коллективно работаем, то мы видим соседей, мы с соседями общаемся, мы с кем-то можем подружиться. То есть коллективный труд он всегда как-то сплачивает. Поэтому субботник, это кроме труда, это ещё некий праздник. Есть возможность пообщаться, друг друга увидеть. Ну это традиция, которая ведётся издание. Да, любую традицию можно взять. Ленина? Ленина же традицию заложила. Конечно, и до Ленина, потому что Россия страна такая общинная, соборная. Кто, скажем, бывал в сельской местности и до сих пор строит дом, вот носили, вы пойти в Тверскую область или Кировскую, строит дом сруб, соседи собираются, друзья, и лес срубили, и брёвна эти сделали, и в складчину смотришь за неделю. Строим избу всем миром. Да, так было. Поэтому убраться после зимы, как вы сказали, всем миром, это было бы правильно. Поэтому здесь ничего нового нету, зазорного нету. Поэтому если есть возможность, берите и давайте вместе наведём порядок. Это мы будем стремиться 8 апреля. Это будет не только в Люберинском районе, это повсеместно в Московской области. Такая пройдёт, хотите акция, хотите мероприятие, такой общий областной. Модное слово, флешмоб. Да, флешмоб. Областной субботник. В том числе и Люберинцы там будут участвовать. Мы всех призываем, по крайней мере пытаемся агитировать, даём информацию в социальных сетях, обращаемся через школьников к родителям, наши всевозможные бюджеты организации. Будем наведить порядок всем миром. Наведём порядок, потому что мы должны избавиться от всякого рода грязи и мусора. Это такая задача стоит. Это 8 апреля. Ну, а также, ну, мы же живём такой в лесном массиве, у всех есть какие-то дачки. Поэтому, видишь, живёшь в доме, и неплохо бы там смотрелось бы по согласованию с соседями, с управленческой компанией, кто-то берёзку сажает, кто-то калину, кто-то сирень. Это только украсит. Это тоже не запрещено, и я призываю, это надо делать. Зелёное сажение они украшают. Саженцы будут предоставлены? Где-то мы саженцы предоставим, это есть в управленческой компаниях. Но я и призываю, может быть, не дожидаться саженцев. Ну, поехал на дачу. Кто запретил в лесу выкупать берёзку? У кого-то на даче выросла, там из семян, рядышком растёт, скажем, сирень. Ну, кто запретил её, чай взял и пересадил? У тебя на даче она будет расти, и рядышком будем, говорит, с твоим домом. И на даче, и дома. Конечно, это украшение. Но это 8 апреля. А уже мы ставим задачу 22 апреля, будет ещё один субботник, где мы ставим задачу и белить, и красить, и где-то что-то подшукатурить, уже погода будет другая. Ну, и также, скажем, можно заниматься посадками. Поэтому субботник в этот раз, в этом году, будет как бы дважды. 8-го избавляемся массово от мусора, а уже 22-го мы начинаем, ну, немножечко подукрасим, под шаманем, такое слово употреблю, поставимся навести порядок, где-то нужно покрасить, где-то что-то там убрать, подшукатурить. Смотришь, город засияет другими красками. Я уже не говорю про дороги, мы должны ремонтировать, ямы заделывать. И уж к 1 мая всё должно блестеть, но у хорошей хозяйки, ну, традиция чисто российская, православная, христианская, во все времена все готовились к Пасхе. К Пасхе готовишься... Избу мазали, да, в Украине, избу мазали порядок, чистоте, где наводили. В самый дальний угол, и там наводит порядок. Вот мы должны залезть в самый дальний угол и навести порядок. Вот на этой положительной ноте мы закончим эфир, потому что время, к сожалению, подошло. Так что сегодня у нас в прямом эфире был исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимира Петровича Ружинский. Видите, тоже я ошиблась, да, говорилось, как и вы в начале. Ну и я, Светлана Дзимбицкая. Давайте уважительно относиться друг к другу, не будем мусорить ни на улицах, ни на лестничных площадках. Пусть наш город будет красивым и чистым.